Эта табличка говорит о том, что здесь проживает участник Великой Отечественной войны. Василий Иосифович Тараканов родился в 1927 году, 12 июня. В годы Великой Отечественной с 44 по 45 воевал в составе 128-го запасного стрелкового полка. В день рождения и в день России ветеран встречает гостей. Глава района приехал поздравить фронтовика. Василий Иосифович, с днём рождения! Подарки где можно поставить? Шесть семье всем? Детям? Внукам? Дай Бог, долгих лет жизни. Должен приехать внук, обещал приехать. Он вечером садит за меня отстрелять. На груди Василия Иосифовича награды. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Юбилейные медали. Ветеран при поднятом настроении, в руках любимая гармошка. И песен он знает много. А жметь, жметь и луна, ты не пойдёшь домой одна. Дам же провожатого, деда неженатого. В честь сегодняшнего праздника, значит, день России и мой день рождения. Я вас всех, дорогие мои гости, поздравляю с этим праздником. Большое счастья желаю вам. Так же самое не болеть, а то я же больной. Но вам желаю не болеть, а быть крепкими и счастливыми. Ему 93. Общительный и весёлый человек. Говорят о Василии Тараканове соседи и родственники. Ветераны навещают депутаты, общественники, сотрудники городской администрации. Стараются помогать во всём. И в этот день. Внимание, цветы и подарки от первых лиц. И фото на память. Их Василий Иосифович бережно хранит. Сегодня вот такое событие у нашего участника Великой Отечественной войны, Тараканова Василия Иосифовича, день рождения. Сегодня ему 93 года. Мы его поздравили с коллегами. Это есть наш герой, герой нашего времени. И вот, наверное, я уверен, что все мы, более молодое поколение, должны равняться на него. Потому что это жизнерадостный человек, который воевал, 4 года служил в пограничных войсках, всегда с гармошкой, всегда в настроении, всегда играет, всегда отвечает на телефонные звонки. Я думаю, что пока живы такие люди, есть с кого брать пример. Я уверен, что наша страна, наша Великая Россия, она будет процветающей и никогда никем не победимой.